всем привет дорогие друзья сегодня 19 октября и мы не напрасно стоим на границе хвойного участка и лиственного участка леса катя будет здесь искать грибочки а я пойду в свою стихию туда в болотце посмотрим что из этого получится как ни странно первыми на болотце я встретил не под осиновиков а под березовиков уже такая погода по-настоящему ноябрьская оно и понятно дело так ноябрю близится холодно сыра и серо мы обещали сегодня солнышко к обеду вроде бы тучки ушли и небо вот уже разъяснилось людей в лесу практически нет я думаю за четыре дня выходных которые вот были в украине все успели нагуляться и нагребаться а вот вижу красное яблочко подосиновик здесь тоже заметно что все вычищена по грибам это так редкие экземплярчики попадают ну я знаю пару секретных мест куда мы сегодня обязательно наведаемся хорошо что я глянулся назад чуть не пропустил два подосиновика в разных местах вот и солнышко смотрите как оно осветило тут все красота второй где-то здесь мелькнул может быть вы первые заметите его а вот он вот под листиками сидел противоположная сторона болота совершенно открытая местность и там не попалось ничего качу там соснячки ничего не обнаружила пришла на болотце постись наде именно ну давай начинаем молоденькие еще раз тут еще один еще раз тут ну как раз сейчас вот сезон я помню именно в такие дни я с этого болотца брал по пол корзины а то и больше а вот и погодка налаживается мое субъективное мнение о подосиновиках подосиновики наверное стоят на первых местах по красоте среди грибов но конечно же на вкусовые качества и аромат они уступают многим грибам зато они плотные зачастую чистые и хороши засолки мариновки но мы приноровились жарить их очень вкусно ну вернее как это делает ее теща научила отвариваете подосиновики от кирка сколько собрали на сколько времени отвариваете режем их и режем до чистим подосиновики режем вот такие меленькие части ну по сантиметру где-то где-то тогда отвариваете минут десять потом откидываете на друшлаг чтобы вода стекла и потом выкладываете на сковородку сразу же туда наливаете масло подсолнечного там или оливкового какой вы там любите и начинаете обжаривать потом через время добавляете лука луком побольше через сколько не знаю это все на под крышкой обжаривать я сначала обжаривала нет потом под крышкой чуть-чуть потом добавила лука без крышки потом опять накрыла чем это надо это все интуитивно так я вам не расскажу и тогда они получаются такие нежные мягкие не тугие как они обычно получается а как они обычно тугими получаются когда мы воду когда мы выпаривали слишком много воды а потом только масло добавляли они тогда получается очень сухие тугие жесткие такие так что масло добавляйте сразу при жарке мужик а ты чего тут лежишь уже давно прятаться пора холодно на улице мы вот в этом году подосиновики впервые посушили будем делать супчик зимой говорят очень такой наваристый получается подосиновички в большинстве своем катя сегодня сдаются его спасло то что он коротконогий не нашли а так то четыре дня здесь ныш парили но ко мне он 2 масленка уже запрыгнули кроме всего прочего солнышко вышло прям слепит ничего не видно но я вот кого встретила притаился замаскировался красавец и я уже 2 нашел под березовика там где раньше не встречал может быть просто пошла их волна не знаю иди сюда да ну тут такое диво ты просто сейчас обалдеть вот отсюда зайди смотрите сколько же тут не знаю таких не видно сразу зрителям давай может быть их как-то вот допустим вот этот не видно было бы давай так это можно я и выкладывай но только что мою корзиночку я их просто вот так вот положу чтобы видно было снова выкладывать вон еще вон там вон это полянка подберезовичная вот это да вот это ты тут подлохматилась класс смотри хорошо а как их тут плохо видно да ой а вот ты передавил смотри руки они тут аккуратно в траве и в листьях иван звон еще маленький вот посмотрите надо же класс чудеса красота да это наверное в отместку за моих беляшей из прошлой грибалочки так тоби по счастливо и все такие красавцы целое подберезовичное селение обнаружила катя катюшенька у меня есть для тебя пренеприятнейшая новость а ты думаешь что чем я так хвастаюсь вот он при выходе и засильничка какой красавчик под сосенкой как тебе не знаю но очень хорошо пахнущий ты же не расстроилась мы вообще сегодня с катей с утра повздорили уже примирились до каждый из нас понял свою ошибку покаялся вообще как утверждают святые отцы дорога в жизнь вечную выстроена словно лестница из ступеней из нашего покаяния да так что конечно же это не повод чтобы грешить а потом раскаиваться но раскаиваться нужно признавать свои ошибки да хороший да ароматный ох ты каких маслят подрубила молодец под старенькой бабушкой сосной я такие рады такие рады беляш это настоящая радость ты не поверишь как говорят беда не приходит одна так оно и счастье не приходит одно здесь в яме такая башка смотри катя крупный какой вот так то с катерину ростом а я иду прям чувствую чувствую ощущаю пятой точкой что тут есть беляши шел я к вот этим вот старым высоким соснам одиночным и не ошибся вот привел на одно секретное местечко катя у нее лицо уже покажи как лицо недовольнейшие ягоды лучше тебя буду сзади снимать в общем опоздал я немного сюда видите какие тут уже ну тот он мыши доедают огромный этот вот тут один можно выбрать еще себе конечно же в мышиных какашечках куда от этого денешься тряхнуть можно вон тот он тоже оставим мышкам он там дальше он есть сейчас глянем а вот еще едят но это просто их не я тут кормушка сейчас пролезем к тому еще более-менее симпатичному но он хотя бы краснеет как-то для приличия а те уже уже и не краснеет даже не ну этот хороший чего уж там душой кривить порядочный подосик так гигантов оставим гринписовцы на меня агриться не будут вот они кушают мышки здесь посмотрите как погрызли но это мне оставили погрызть или катюша кому как попадет сковороде что ну не вижу радость ну как те мои секретное местечко нормально я знал куда пройти 39 километров блин секретное местечко найти да зато сейчас дальше мы только зашли раз дальше пойдем вот она ося я не солнцем горны болото особенно мне нравятся места где еще травушка растет пусть она уже не зеленая но она так по осеннему желтоватая тоже довольно неплохо смотрится мы тут опять напали на полянку под березовик вот они несколько раз за сезон волнуются до 1 волна другая но вы посмотрите эти уже покрепче чем те которые попадались нам раньше эти какие-то на толстой ножке похоже больше на подосиновички своей конституции тела просто шляпки у них коричневые крепыши здесь тоже нужно очень напрягать зрение потому как шляпки сливаются с листвой вы сами видите да припоздали мы уже сюда за подосиками сразу два даже три красавцы они из-под листьев не очень-то и выглядывают если вы заметили может быть это их и спасло от моих конкурентов только что вот здесь мы нашли троих но пришла катя я уже уходил и указала своим перстом на 4 молодец это твой все в листьях прячутся что тропалась змей да там целая целая куча змей да как в общем уходим секретного места но зато есть второе секретное место куда катя тоже есть не хочет потому что она находится за вот этим вот длинным болотом это некий остров сосновый я хочу там посмотреть маслят и беляшей но пойду я туда один а точнее с вами друзья а катя пока побродит по просторам этого леса сосенках сам еще пока не знаю как туда пролезть но как-то я провожу в одном из прошлых роликов там вода вода ладно частный дуброд и будем идти какая-то тропинка идет сейчас постараемся по ней пойти но если есть тропинка то место уже не такое секретное как вы понимаете кто-то его уже рассекретил ну пойдем по заглядываем что же там имеется вот мы уже на месте и посмотрите все окружено болотцем все таки не зря пришел хоть маслюночек метод ждал хороший масленок и катя вот чешет следом что ты переборола свой страх нет я все еще боюсь что нашла масляток ну тогда катюша давай лохматиться здесь вместе маслятками а то чувствую на болоте дело не будет ох какие вот живой еще шевелится удалось найти эталонного масленка осеннего вот это мой любимый размерчик о и не переросток свеженький какой очень приятный вот здесь колечко у него было то друзья был не эталонный эталонный вук такая кожа действительно как кожа кожаный гриб посмотрите даже еще пленочка осталась а какой он крупный класс и рос он по всем канонам под лапами этой раскидистой сосны катя могу сказать что катя в восторге от такого количества маслят куда-то побежала дальше уже еле слышно где она там надо ее догонять догнал наконец то тебя ты забегала у тебя еле слышно уже было катя травушки ну маслятка можно быть травушки вы не без сути дорогие друзья корзинки будет травушка сейчас обратите внимание на это посмотрите под какой большой большой сосной такая коричневая глубокий цвет такой коричневый шляпка это же сам полючок а нет друзья не сам он тут со своим сородичем прекрасные грибочки польские странные какие-то маслята растут в траве пожалуйста нет что прости красивом сосновнички пожалуйста под красивыми соснами я нахожусь в красивом сосновнички нет ну ладно все равно я свои слова назад не забираю вот такие вот у нас в траву вот такие вот кошки посмотри тут может что-то еще есть так это их достанет наверно не видно будет покажи я видал что здесь кто-то порезал неплохо видишь какие толстые ноги были ну и мы тут тоже увидела я масленка характерного размера в основном такие нам сейчас попадаются молоденьких маленьких мы не видим маховиков не червивые видишь они разовеют что ли вот такие а мне вот уже сколько масляток на самом деле маслята это мои любимые одни из самых любимых грибов после опят конечно а какие у вас любимые грибы напишите нам в комментариях очень интересно а беляши ты же будет почитать ну беляши да но я люблю опята маслята а потом уже все остальные завтра за опятами заедем смотрите какая прикольная сосна там наша машина это дима идет вот смотрите что я увидела смотри этот спорный не этот я увидела он был под бугорку я их виды друзьям сказала за это такие не успела так сделай глубокий вдох так машина вон наша вон там как это они тут не понятно давайте посмотрим катя а ну-ка сюда а ну сюда иди сюда ладно даю тебе честно найденный вообще-то мой конечно тебя сюда не пришла был 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 минут и молодец конечно вот это уже сюда возьми окрутишься как муха возле коровы так и тоника подожди сейчас я эти ох какие какой ой а тут он у него как-то ну просто странноватый фрик страшно это хороший красавцы да и мох миллионы людей тут продажи тут как дива видите на коленях перед белой листы миллионы людей ну нам посчастливее да вообще супер а мы уже если честно с димой так устали уже еле ноги волоким до машины я уже давай наверно прощаться не тут на тебе напоследок красота ну вот дорогие зрители на этой счастливой ноте мы вынуждены сказать вам до свидания до новых встреч ждем от вас как обычно комментарий лайк и подписку всем пока пока